9 июня – Международный день друзей, а друг, как известно, познается в беде. Всегда готов поддержать, выручить и прийти на помощь. Ярким примером являются белоглинские школьники Максим Батура и Виктор Карпенко, которые, кстати, этим летом отправятся на Черноморское побережье. Путевки в детский центр «Орленок» – поощрение для лауреатов всероссийской инициативы «Горячее сердце». Торжественная церемония награждения, запланированная в Музее Победы в Москве, перенесена в связи с пандемией коронавируса. Но отдых в тематической смене известного лагеря ребятам обеспечен. За человечность и неравнодушие, проявленные в экстренной ситуации, Максим и Витя стали обладателями престижной премии. Мы не раз об этом рассказывали в видеосюжетах и на страницах газеты «Белоглинские вести». О героическом поступке учащихся девятой школы, которые спасли мальчика, напомнили и наши коллеги – корреспонденты телеканала «Кубань-24». Они стали героями, потому что не прошли мимо чужой беды. Четверо кубанцев признаны лауреатами Всероссийской инициативы «Горячее сердце-2020». Ежегодно в почетную книгу проекта вписывают именно тех, кто пришел на помощь в трудную минуту или спас чью-то жизнь, рискуя собственной. И все это делают дети. 13-летний Денис Даниленко из поселка Мысхака отличился в июле прошлого года, когда его друзья нашли в земле боеприпас времен Великой Отечественной войны. Школьник отвел любопытных парней на безопасное расстояние, предупредил не приближаться к объекту и позвонил в единую диспетчерскую службу. 20-летний курсант Краснодарского высшего военного училища Богдан Калита оказал первую помощь раненому в драке мужчине, а после помог полицейским поймать преступника. Еще двое героев живут в селе Белая Глина. В мае прошлого года Максим Батура и Виктор Карпенко спасли ребенка. Этот безлюдный берег у местных называется Квадрат. И именно сюда двое школьников пришли для того, чтобы искупаться в жаркий и солнечный день. В какой-то момент они услышали душераздирающий детский крик. Максим, скажи, что вы увидели? Мы увидели, как мальчик повезет на арматоре и громко кричал «помогите». Мы сразу с Витей среагировали. Ребенок застрял, прыгая со сторожей за бетонной конструкцией водостока. Рука была серьезно повреждена. Время шло на минуты. Друзья вытащили горе нырячика на берег и повели в соседний магазин. А по дороге Максим оказал стекающему кровью первую доврачебную помощь. Тут пригодились уроки ОБЖ. Жгут накладывается при артериальном кровотечении. Если рана, соответственно, на предплечье, то, естественно, самые лучшие места, там, где артерию можно передавить, это вот здесь. На паховой артерии, это на ноге здесь, да. Максим Шишмаков говорит, что действия его учеников заслуживают как минимум высшего балла в четверти. К слову, в распоряжении учителя в Белоглинской школе теперь не только жгуты для того, чтобы проверить знания класса, имитаторы переломов и повреждений кожи, манекены для отработки техники искусственного дыхания, медицинские шины и воротники. Современное оборудование поступило по линии нацпроекта образования. В прошлом году учебное заведение попало в программу «Точка роста». Если правильно прожимаешь, происходит сигнал. На пальцах можно миллион раз рассказывать, но когда человек попробует один раз на практике, он запомнит это на всю жизнь. Это пример из моей жизни, когда мне пришлось оказывать помощь. Я вспомнил уроки ОБЖ, вспомнил практические навыки. Конечно, не все удавалось практически пройти, но современные школы, сейчас сельская школа и по «Точке роста» тоже, очень большие шансы увидеть через практические проводить занятия. Сейчас в крае на базе сельских школ работает свыше 150 учебных кабинетов, которые оборудованы по программе «Точка роста». На открытие таких прорывных центров потратили более 250 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Благодаря современному оснащению школьники могут заниматься 3D-моделированием, робототехникой, компьютерным проектированием. На уроках информатики они уже реализуют, разрабатывают свои проекты, которые позволят им приприменять в дальнейшем на базе своей школы или в сельской местности. Данное мероприятие мы будем развивать и продолжать реализовывать до 2024 года. А белоглинские герои уже задумываются о поступлении в ВУЗ. После случая на реке мальчишки даже всерьез рассматривают карьеру спасателей. Однако свой поступок не считают чем-то особенным. Да и признание пришло уже потом. Сначала нагоняют родителей за то, что далеко ушли от дома. Я немного испугался. Я думаю, что любой человек так бы поступил на моем месте. Когда я вспоминаю этот момент, прокручиваю себя в голове, я бы поступил так же. Ожидать, как сказать, не ожидал. Всегда Витя отзывчивый у нас. Любит и брата младшего, и старшего. И общительный, и находчивый везде, всюду. Ну, пацан активный, хороший. Сейчас арматуры, на которые повис ребенок, уже нет. Ее спилили. Вот только место у водостока от этого не стало безопасным. В Белой Глине есть пляж, за которым следят. Но не все до него доезжают. Это очень далеко. Дети туда не всегда доезжают. И хотелось бы, конечно, от администрации получить такое место, где дети бы купались, проводили время. Потому что летом детвора все равно тянется к воде. Чтобы это было не в закоулках, где малолюдно. И слава богу, что дети оказались в нужный момент и в нужное время. Имена четырех кубанцев, как и еще более чем 180 российских героев, уже внесли в электронную версию почетной книги проекта. Позже ее выпустят в печать. Максима и Виктора в апреле должны были чествовать в столице. Но пандемия помешала церемонии награждения. Впрочем, есть надежда, что ее не отменили, а перенесли. И юных спасателей из Кубанской станицы пригласят в Музей Победы в Москве.